Новые рентгены, аппараты искусственной вентиляции легких, а также ремонт онкологического отделения. Областную детскую клиническую больницу имени Горячего продолжают модернизировать. Ежедневно персонал лечебного учреждения оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь, за которую обращаются сотни пациентов со всей области. Без исправной медтехники постановка точного диагноза бывает затруднительно. При активном участии губернатора Сергея Ивановича Морозова в нашу больницу накануне было поставлено новое оборудование. А именно, это передвижной палатный рентгенский комплекс, это два аппарата неинвазивной искусственной вентиляции легких и два монитора для рентгенционных больных, для функции отслеживания жизненно важных функций организма. В ходе лечения рентгенограмма в большинстве случаев является последней инстанцией для врачей в постановке диагноза. Другим не менее важным прибором является аппарат ИВЛ. Его используют для лечения онкобольных детей. Также в неспокойное время распространения новой коронавирусной инфекции аппараты ИВЛ как нельзя кстати находятся в состоянии боевой готовности. Данная аппаратура необходима для детей, онкобольных детей, у которых нарушены жизненно важные функции, витальные функции так называемые. Они помогают нам контролировать жизненно важные показатели у данных пациентов и, так скажем, лечить этих пациентов. Другой важной составляющей в лечебном процессе является комфортное размещение маленьких пациентов и их родителей в стационаре. С этой целью в отделении онкологии проводится капитальный ремонт и также закупается усовершенствованное медицинское оборудование. У нас полностью меняется обстановка процедурных кабинетов, закупается новая серия выстяжной шкаф для разведения сильных действующих этих статических препаратов, закупается тромбомиксер для длительных сроков хранения тромбоцитов. В этом году на покупку аппаратуры для борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе было выделено более 400 миллионов рублей. Напомню, национальный проект здравоохранения и региональный сегмент развития здравоохранения рассчитаны до 2024 года. Их цель – повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. Антон Никонов, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.